Друзья, я бэкэнчик. До своей карьеры я пришел с ПХП на ладу и фронтан. И сейчас работаю в фронтандер-тработчиком в Глазерите. Кстати, сейчас мы хантим 100 людьми до Есениевых ладикат, так что пишите. Теперь пара слов о том, зачем все это. Я думаю, что как-то взаимодействовать с сайтом не надо, это никто не сомневается. Почему какие-то такие неархотекционные способы, от которых будет чуть позже? Во-первых, API может не быть вообще. Во-вторых, API может быть платной или ограниченной. Лимит на количество вызовов, просто там штука баксов в день. И в-третьих, API может быть сложной. Настолько сложной и плохо задокументированной, что для некоторых задач легче писать свое какое-то решение, чем разгребать документацию, которая отстает от самой API на мажорную версию, еще прикручивать лаус-авторизацию, и все это, вся эта куча, это оверкил. Оверкил еще больше, чем вот эти ребята. А теперь, довольно слов, перейдем к примерам и коду. Мы рассмотрим два примера. Первый, это отправка комментариев, лайкинги, фоллоуинги в инстаграме. Реальная задача для черной раскрутки. Вообще, все задачи, которые сегодня будут, это задачи из практики, не просто из-под долга. Предполагаем, что все скейтеры горят трафту. Мы ищем посты по тегу скейт и пишем, что это типа, чувак, классный скейт. Кстати, значит, есть один барыга. Ну и так далее. Здесь я хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не призываю потеклепенью. И, конечно, спармом на такие темы никогда не заниматься. Но, возвращаясь к скейтерам, пример, один – это комментирование в инстаграме. Или просто лайк. Если лайк, у кого не воверпичил фолловеров, как показывает опыт, что, довольно неплохой вероятностью, они хотя бы посмотрят в ваш профиль. А если вы что-то продаете, то это неплохо. Какой, упс, упс, упс. Извиняюсь. Что плохо – это спармить. Но, когда нас это останавливало? Первым делом, раз уж мы решили спармить в инстаграме, мы вспоминаем, что точно у них же есть API. А давайте теперь посмотрим на эту API. Лимит для незаопробленных приложений – 500 вызовов в час. Для заопробленных – 5000. И за час вы так на спамик сможете без прохождения проверки 30 сообщений. Как-то несерьезно. И вот тут мы платно переходим. И вот давайте посмотрим на длину. Вот если вы будете поделяться, мы с вами поговорим из книг. Кіпanor. Пошли. У них нет. И вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. Продолжение следует... 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 Разная последовательность вызова функций, совершенно разные имена функций и вообще функции тоже разные. Ребята из «Цейфром» постарались, конечно, не дослав, сделав код крайне сложным для оптизации исполнения. И во всем этом единственное, что непременно сохраняется, это то чувство, которое возникает от этой смотришны. И поэтому снова напрашивается вариант снаигма. Но Nightmare локально – это очень хорошо, а вот поднимать на боевом сервере – как-то не очень. «Цейфром» довольно хитро манипулирует с домом, поэтому просто реквестами даже пытаться не хочется. А хочется чего-то элегантного. И когда надежды уже совсем нет, может, может… Не думаю, что кто-либо сомневается в том, что один код и для клиента, и для сервера – это очень круто. Почти так и круто, как этот чувак. Даже один код, который не предназначался для исполнения на сервере. Поэтому, возвращаясь к человечному коду после диапустрации, мы видим, что здесь есть проверки на то, что, во-первых, код исполняется на сайте «Сейфром», во-вторых, там проверяется, что есть какие-то элементы, проверяется, лейфрейм, и вставляется в объект «Элемент с видео». Поэтому мы мукаем окно, исполняем клиентский код у себя на сервере для решения проблем диапустрации. Здесь заверажены лишь те методы, которые необходимы. Но для распора каких-то более крупных приложений можно было бы подойти основательно. Я видел две библиотеки, которые мукают окно для ноды в NPM. Но они какие-то были не такие, то есть они не подменяли объекты полноценно. А здесь мы просто подсовываем другое окно, другой документ, другие базовые функции и исполняем код, который все ребята дают, то есть загружаем, добавляем и выполняем. Ну или не забываем предохраняться. Потому что я бы очень не хотел варить вот такой вот код. Сейчас просто сек, rmrf нет. Есть специальные модули сэндбокса, которые позволяют избежать таких неприятных моментов. Я не ставил своей целью открыть какие-то новые технологии, но я надеюсь, вы хотя бы посмотрели на них немного по-другому. Большое спасибо. Поговорите мне, я буду передавать. Зачем было эвалить код на сервере, если можно было через тот же Nightmare открыть страницу save.com.net, в Nightmare выполнить код, который подгружается, и потом просто из дома выбрать ссылку на видео? Да, безусловно, так можно было сделать. Но исполнение кода на сервере без Nightmare, во-первых, занимает намного меньше времени, потому что не поднимается отдельно электрон, не поднимается в обгиб. Во-вторых, как я уже говорил, Nightmare на сервере можно поднять, но для того, чтобы ее там поднять, придется слегка плачевать с губном, потому что у них в официальной репе на сервере есть такой вот блок, ранен, ищу точнее, ранен Nightmare Headless Leon Nimitz, и там ряд манипуляций, что-то ставить надо. То есть, во-первых, это требует больше ресурсов, во-вторых, это требует конфигурации сентгера. А эвалид сэндбоксом не требует конфигурации сентгера. Ну, это просто оригинальный способ. Да, конечно, говорил. Смотри, а если запущен один Nightmare, и по факту просто рефрешить страницу уже запущенную чем-нибудь. Вот, допустим, есть же, например, специальные менеджеры для того же PhantomJS, которые на одной запущенной дистансе делают там 500 операций по последовательности. Но это же быстрее, чем поднимать операцию. Вот, так в чем скорость падения в данном случае? Я, например, так сильно долго сам сам один процент делал. Таким образом, если смотреть, то есть, будет беременностно Ну, это абсолютно безопасно. Вообще, в принципе, эти три секунды, они ват ones только сверху. То есть, они включают в себя, во-первых, запуск Нобли, подъем электрона, логин. То есть, безусловно, если оставлять там по 100 комментариев за раз, это будет значительно-значительно меньше, чем 3 секунды на один комментарий. Я договорил. Еще вопрос? Да. Заздоравливай. Спасибо, спасибо. Есть вопроса, нету? Отлично, спасибо тебе, Саша. Спасибо.